Спонсор программы «Время новостей» Сочи – многопрофильная клиника «Зельцер Мед». Новая клиника и опытные врачи, которые помогут сберечь ваше здоровье. Новая клиника и опытные врачи, которые помогут сберечь ваше здоровье. Они получили наивысший знак качества. Каким стандартам им необходимо соответствовать? Готовься они летом. На курорте началась подготовка к отопительному сезону. Что сейчас происходит в котельных? Движение заблокировано. У сочинского аэропорта столкнулись сразу три автомобиля. Подробности в сводке ЧП. В Сочи знаки федеральной сертификации качества присвоены 51 пляжной территории. Все они прошли добровольную классификацию, подтвердили соответствие национальным стандартам качества, утвержденным Министерством экономического развития России. Сегодня состоялась торжественная церемония вручения лучшим пляжным территориям курорта сертификатов из синих флагов наивысшего знака соответствия. У 42 пляжей курорта наивысшие синие флаги. На торжественной церемонии на пляже Ривьера их передали пользователям первый заместитель главы Сочи Олег Бурлев и председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов. По сравнению с прошлым годом мы идем в плюсе. В прошлом году синие флага было вручено 35. И последние уже года Сочи в этом плане держит уверенные лидирующие позиции. Впереди нас ждет большая совместная работа, поскольку основная задача для нас это, конечно же, комфортный отдых гостей и жителей курортов. Синие флаги были выданы на основании заключения экспертов и свидетельствуют о чистоте морской воды, высоком уровне сервиса, организации безопасности и благоустройства пляжей. В летнем сезоне в Сочи работает 170 пляжных территорий. К лету 2024 года они благоустроены по современным экологическим стандартам в рамках единой городской концепции комфорта и безопасности. Пляжи Сочи одномоментно способны принять 300 тысяч гостей. Территориальным отделением Роспотребнадзора уже взято более 1100 проб морской воды. В рамках подготовки летнего курортного сезона мы провели обследование пляжных территорий, провели отбор проб морской воды в зонах купания. Все исследуемые пробы соответствуют гигиеническим нормативам. В ходе проведения курортного сезона мониторинг качества морской воды продолжается. В период с мая по октябрь сотрудники Роспотребнадзора проведут не менее 6000 лабораторных исследований проб, взятых в акватории Сочи. На сегодняшний день на территории курорта единовременно прибывает около 150 тысяч гостей. Средняя загрузка средств размещения на курорте порядка 80%. Всего в летний период город планирует принять на отдых и оздоровление свыше 4 миллионов гостей. Валерия Асачи, Дмитрий Петри, Время новостей. Ну а в целом курорты Черноморского и Азовского побережья забронированы на летние месяцы на 70%, горно-предгорные на 60%. Всего с начала года Краснодарский край принял около 4 миллионов туристов. Среди наиболее популярных направлений Анапа, Геленджик, Новороссийск и Сочи. Так, на июнь в регионе зарезервировано 72% номеров. На июль забронировали 73% номерного фонда, а на август 66%. Гостям предлагают разные виды отдыха. От мини-гостиниц до пятизвездочных. Классификацию в Краснодарском крае прошли около 3000 средств размещения. В том числе свыше 300 в высшей категории 4 и 5 звезд на 36 тысяч номеров. По состоянию на конец июня забронировано 65% отелей категории 5 звезд, 67% 4 звезды, 73% 3 звезды и 60% категории отелей без звезд. Ну а в целом, по данным администрации Краснодарского края, за лето в регионе планируют принять не менее 10 миллионов туристов. А теперь тема, которая особенно актуальна в разгар летнего сезона для курорта. На территории Большого Сочи действует 43 туалетных модуля. Об этом сообщили в муниципальном центре управления. Списки с точными адресами и их месторасположения опубликованы в телеграм-канале МЦУ. При этом указано, что только часть модулей работают бесплатно и не для всех категорий. К примеру, на пляжных территориях центральной набережной от пляжа Маяк до пляжа Санатория Черноморья расположено 4 бесплатных туалета. В районе пляж на территории Маяк также работают три туалетных модуля в платном режиме. Однако сохраняется бесплатное посещение для детей до 7 лет – ветеранов, инвалидов при предъявлении документа. И гостей пляжа при предъявлении фирменного браслета и чека. Ведутся работы по подключению к электричеству туалетного модуля на площади перед концертным залом фестивальны. Туалет будет работать в бесплатном режиме. В МСУ отметили, что все стационарные объекты общепита обеспечены санузлами и при необходимости принимают посетителей. Более подробно ознакомиться со списками туалетных модулей во всех четырех районах Сочи можно на сайте sochi24.tv. А тем временем в Сочи продолжается подготовка к отопительному сезону. Так, сейчас началась модернизация котельной номер 30. Она находится в микрорайоне КСМ и обслуживает 30 многоквартирных домов и три социально значимых объекта, в том числе школу и детский сад. В котельной установили три современных котла, заменили внутренний газопровод, отремонтировали сетевой насос, смонтировали и настроили новое оборудование. Эта котельная весь прошедший зимний сезон работала без обслуживающего персонала. В автономном режиме оборудованием управляли из диспетчерской Сочи Теплоэнерго. Ну а подготовка к новому отопительному сезону сейчас в самом разгаре. По графику специалисты, Сочи Теплоэнерго останавливают котельные на модернизацию или капитальный ремонт. Стараются это делать как можно быстрее, чтобы люди не сидели без горячей воды. Четыре котельные в Лазаревском районе, до которых сейчас работы ведутся по переводу на природный газ. Одна котельная модернизируется с увеличением мощности в связи с подключением социальных объектов. Две котельные у нас сейчас в центральном районе, остановленные на профилактический ремонт. И две котельные в Вадлерском районе, которые тоже находятся на модернизации с переводом на природный газ. Все модернизации мы делаем по внутренней программе, которая была запланирована на предприятие. Так же, как и перевод на природный газ, так же, как и увеличение мощности и замена оборудования. Это все делается за счет средств предприятия. Модернизацию оборудования котельной номер 30 проводят с перспективой на увеличение количества жителей в микрорайоне. КСМ растет. Сегодня на балансе предприятия 83 котельных и более 385 километров тепловых сетей. А на федеральные деньги меняют и капитально ремонтируют 10 километров теплотрасс. Это сложные участки, которые не вошли в олимпийскую программу модернизации коммунальной инфраструктуры курорта. Работаем на внутридомовых сетях. Видим точечно те дома, где у нас были обращения. И, соответственно, отрабатываем и теплоснабжающие организации, ну и, соответственно, управляющими компаниями. В июле месяце видим, что начнется плановая проверка сотрудниками Ростехнадзора по работам, которые проводятся подготовительным. До 15 сентября у нас завершить, мы планируем все основные работы на источниках теплоснабжения, на подающих теплотрассах. И уже непосредственно, ближе к ноябрю месяцу, завершающая проверка Ростехнадзора, пуск, как обычно, планируем первые числа ноября. К ноябрю Сочи должен получить паспорт готовности к отопительному сезону. Также в этом году к сетям теплоснабжения будут подключены два жилых комплекса для переселенцев из ветхого и аварийного жилья в Центральном и Лазаревском районах. На тех котельных, которые будут их обслуживать, увеличат мощности. Другим темам. В Хостинском районе мужчина украл ноутбук из номера постоялец. Размер ущерба составил 100 тысяч рублей. О краже сообщила туристка из Алтайского края, которая оставила устройство в номере, а входную дверь закрыть забыла. Оперативникам удалось задержать подозреваемого. Им оказался 28-летний приезжий. Похищенный ноутбук злоумышленник выбросил в реку, поскольку не смог им воспользоваться из-за установленной блокировки. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. О том, что еще произошло на курорте, расскажем далее. У Сочинского аэропорта столкнулись сразу три автомобиля. Серьезная авария произошла на улице Мира в селе Молдовка. В результате ДТП движение на данном участке дороги было сильно затруднено. О пострадавших не сообщается. На объездной дороге после выезда из Мацистинского тоннеля в сторону Сочи малолитражка врезалась в трал, перевозящий дорожную технику. Сотрудникам госавтоинспекции предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. В Адлере массово травят голубей. Об этом заявил автор видеоролика. По его словам, на улице Магнолий и Молокова местные жители ежедневно находят мертвых птиц в огромном количестве. Жильцами обнаружено и пшено в перемешку с белым порошком неизвестного происхождения в районе детской площадки и в палисаднике. Дети в буквальном смысле подбирают пернатых голыми руками, а вот родители обеспокоены распространением трупного яда. Получит ли эта история огласку и продолжение, пока неизвестно. В Сочи очевидцы засняли момент жестокого обращения с животными. На кадрах видно, как группа несовершеннолетних издевается над дворовыми котятами и кидает их из стороны в сторону. Сейчас малышам ничего не угрожает, они находятся в безопасном месте. Неприятную находку обнаружили отдыхающие в море. Так, труп дельфиненка прибила к берегу пляжа Маяк в центральном районе Сочи. Жители и гости курорта предположили, что млекопитающее могло получить серьезную травму при столкновении с морским судном. Тем не менее, истинная причина гибели остается загадкой. В Адлере на улице Кирпичная ребенок провалился в сломанный канализационный люк. К счастью, обошлось без серьезных травм. Нетрезвого водителя каршеринга выявили инспекторы ДПС в Адлерском районе. Сообщается, что 37-летнего приезжего из Омской области с признаками опьянения полицейские остановили на улице защитников Кавказа. От прохождения свидетельствования мужчина отказался, сославшись на плохое самочувствие. Водителю кразит лишение водительского удостоверения. Это время новостей. Смотрите во второй части программы. Стал взрослым. Котенка леопарда выпустили из вольера в лес. Покажем редкие кадры первых шагов маленького хищника. Голос лицея. В Сочи открылся новый школьный медиа-центр. Кто и чему здесь учит юных окупера. Отметим активно. В Сочи дали старт мероприятиям, посвященным Дню России. Что еще запланировано на праздник? Далее короткая реклама. Оставайтесь с нами. Лечение варикозной болезни современными лазерными технологиями в клинике Зельцер Мед. Наша клиника. Ваш путь к красивым и здоровым ногам. Запишитесь на прием уже сегодня. Подробнее на сайте zelcerclinica.ru Грандиозное, яркое, новое цирковое шоу Генерация 5 континента. В сочинском цирке с 1 июня. 300-03-68. 0+. Импульс. Центр психологической помощи и нейрореабилитации в Сочи и Адлере. Предоставит комплексную диагностику и личный план коррекции. Запись на сайте impuls-sochi.ru Экспресс-диагностика бесплатна. Рекламное агентство «Макс Медиа». Делаем рекламу, которая работает комплексно, выгодно, профессионально. Рекламное агентство «Макс Медиа». Спонсор программы «Время новостей» Сочи – «Открытый институт». Приглашаем получить высшее образование с отсрочкой оплаты обучения. Ветеранам боевых действий бесплатно. «Открытый институт» аккредитован, и его дипломы подходят в том числе для госслужбы. Приглашаем на обучение с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление в любое время года. Свободный график обучения. Оплата после итоговой государственной аттестации. Наш сайт openvuz.org В эфире «Время новостей». В студии Владислав Бескромный. Мы продолжаем. Будущее кубанского казачьего общества обсудили на встрече губернатора Вениамина Кондратьева и атамана Всероссийского казачества общества Виталием Кузнецовым. Глава региона поприветствовал руководителя войска на кубанской исконно казачьей земле и отметил, как в регионе прикладывают усилия, чтобы казачество не просто восстанавливалось, но и с годами укрепляло свой потенциал. Так, кубанское войско объединяет рекордный за 30 лет 57100 человек. Объединяется и молодежь. Культуре, быту и веру предков узнают с самых юных лет. Эта система образования позволяет расти детей в духе любви к родине и традиционных ценностей. Рад вас приветствовать на кубанской земле, на казачьей земле. Земле, которая чьи-то уважает, сохраняет казачьи традиции, культуру, веру. Кубань остается казачьей. Она остается казачьей. И в основе успеха – народ. Мы сегодня максимально делаем все, чтобы у казачьего было будущее. Это дети, конечно, это казачат. Если мы говорим сегодня, что в целом более 57 тысяч жителей края объединяет кубанское казачье войско, то есть казаков, то мы с грудностью говорим, что Кубанский союз молодежи объединяет более 120 тысяч мальчишек и девчонок. А вот в кадетских корпусах, в казачьих школах, классах, в детских садах более 107 тысяч тоже казачьих. Эти мальчишки и девчонки, которые завтра будут казаками и также будут сохранять традиции, культуру, веру вот этой земли. Большая честь быть на кубанской земле. И на самом деле визитная карточка Краснодарского края – это казачество. Это мощнейшее кубанское казачье войско. И цифры говорят сами за себя. График идет только вверх. Развитие по всем направлениям. Около 50 тысяч реестровых казаков – это кубанское казачье войско. 120 тысяч молодежи – кубанское казачье войско. С началом специальной военной операции – это три полноценных казачьих батальона. Это огромная гуманитарная помощь мирным жителям Донбасса по боевым показателям 1730 государственных наград. Глава региона также отметил, как казаки работают на благо земляков во всех сферах жизни. Являются примером для подрастающего поколения. Они идут в усиление полиции и лесных инспекторов. Помогают в ликвидации последствий ЧАЭС и держат хозяйство. Сейчас в их пользовании больше 33 тысяч гектаров земель. Только в прошлом году от сельхоздеятельности они пополнили казну на 230 миллионов рублей. Вениамин Кондратьев подчеркивает значимость казачества в современном обществе, которое развивается с опорой на исторические корни региона. Казаки выполняют функцию сегодня и охранную, в том числе. Казаки вместе с полицией патрулируют те населенные пункты, где они живут, где живут их семьи. А на Черноморском побережье курорты. И для нас это тоже очень важно, потому что приезжающие со всей страны отдыхать, они видят казаков вместе с полицейскими. Они понимают, что это земля под защитой жителей, народа, казаков, которые живут на этой земле. Это очень важная составляющая в том, что и формирование молодежи, потому что они видят казаков не только на каких-то мероприятиях, парадах, либо праздниках. Они видят казаков в жизни. То есть ребенок, который идет в школу, он видит прикладное значение казака, он видит, что он его охраняет в детском садике, либо в школе. Что по себе, естественно, уже по-другому позволяет воспринимать казачество в жизни, которое окружает жителей края. В ходе беседы атаманси российского казачьего общества рассказала о планах включить состав торжественного марша на Дне Победы в Москве в юбилейном следующем году три казачьих войска, в том числе Кубанское. Ну а в Сочинском лицее номер 3 имени Стогова открылся новый медиа-центр. Творческое пространство появилось благодаря проекту школьного инициативного бюджетирования. Администрация города Сочи активно поддерживает направления, призванные развивать творческие способности подрастающего поколения. Благодаря победе в проекте у ребят появилась возможность приобрести новое оборудование. Школьники увлечены творчеством, им хочется совершенствоваться и делиться друг с другом свежими и интересными идеями. Дети будут делать новости, дети будут брать интервью. И мы очень рассчитываем, что газета наша школьная будет вещать только правду, телевидение будет действительным и, конечно, статьи будут актуальными и правдивыми. В творческой команде даже работает своя радиостанция. Добрый день, в эфире радио «Голос лицея». У нас до этого работала очень много лет газета «Голос лицея» и по запросам детей очень они хотели открыть радио в школе, также вещать телевидение. И глядя на то, как они выпускают маленькие короткометражные видеоролики в сеть, мы решили это все объединить и создать глобальный большой медиа-центр. Для школьников очень важно воплощать свои задумки в жизнь и находить отклик в сердцах педагогов, родителей и соратников. А администрация города Сочи старается всячески помогать и способствовать развитию творческого потенциала учеников. Это именно, наверное, самый актуальный проект, это медиапространство, это наша взаимосвязь нынешних ребят наших, потому что для них это важно. Наши сайты, наше интернет-пространство, и этот проект будет как раз объединять всю эту работу. Представители школьных СМИ поделились планами развития медиа-центра, ведь теперь у каждого из них есть море возможностей и вариантов, в каком направлении работать, как освещать школьные будни и в каком ключе преподносить информацию. Валерия Асачия, Дмитрий Петри, Время новостей. Детеныша трехлапой самки леопарда Олимпий, родившегося в апреле, впервые выпустили из вольера. Сейчас котенок изучает новые места обитания, делает первые шаги к самостоятельной жизни. Уникальные кадры опубликовал Центр восстановления леопарда на Кавказе. На кадрах видно, как Олимпия сначала кормит и вылизывает малыша, а после он отправляется изучать новые места обитания. Сотрудники Центра рассказали, что малыш отошел от убежища уже на 15 метров. И это серьезный шаг на пути к взрослой жизни. Напомню, появление потомства у Олимпии ученые считают уникальным явлением. Ранее хищница получила травму, повредив лапу об ограждении вольером. Врачам удалось спасти самку, но лапы она лишилась. Благодаря усилиям специалистов Олимпия все же стала мамой, причем дважды. Хотя подобных случаев в дикой природе не бывает. Так, в июле 2023 года на свет появился котенок Умка. Практически с рождения он стал ручным. Мама отказалась от малыша и сотрудникам Центра пришлось выкармливать его самостоятельно. Пятнистое семейство снова пополнилось в апреле этого года. Но в этот раз Олимпия в полной мере почувствовала ответственность за своего котенка. Совсем скоро малыш впервые посетит ветеринаров и узнает, что такое уколы. Тогда же врачи назовут пол маленького хищника. Среда 12 июня будет выходным днем. Отмечать День России готовятся и в Сочи. На курорте будет организовано более 100 культурных, образовательных и спортивных мероприятий патриотической направленности. Они пройдут во всех внутригородских районах. Основные мероприятия пройдут 12 июня. В 9.00 во всех районах состоится церемония поднятия флага Российской Федерации. В праздничный день на курорте запланирован ряд спортивных состязаний. Одной из основных площадок празднования в Центральном районе станет Парк Ривьера. Здесь пройдут тематический флешмоб, спортивные активности, творческие выступления, военно-патриотическая выставка. Ознакомиться с подробным планом мероприятий на 12 июня можно на сайте sochi24.tv. И в Сочи уже прошла тренировка по спортивному ориентированию, посвященная предстоящему Дню России. Она состоялась в микрорайоне Макаренко. За короткое время участники показали лучшие результаты. Как прошел квест, увидела съемочная группа «Сочи-24». Открытая тренировка ко Дню России прошла в игровой атмосфере. По чутким наставничествам тренеров спортивной школы номер 21, ребятам предстояло продемонстрировать смекалку и находчивость. И это у них получилось. О том, как навыки спортивного ориентирования полезны для жизни и об особых нюансах этого вида спорта, рассказали организаторы. И сегодня вместе с новичками будут бежать те школьники, которые уже добились каких-то успехов в ориентировании. Вот если вы внимательно посмотрите на этих винтерах, которые здесь, как раз вот наши ребятишки, которые в этом году стали не только победителями первенства края, но и победителями первенства Южно-федерального округа. И вот мы хотим, чтобы сегодня старшие ребята, они такой своеобразный мастер-класс делали для тех ребятишек, которые впервые в жизни возьмут в руки карты. В тренировке приняли участие более 70 ребят в возрасте до 14 лет. Участники при помощи спортивной карты проходили неизвестный им маршрут, с ловкостью фиксируя отрезки пройденного пути на контрольных пунктах. Сотрудники Департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи приготовили на летний период масштабную спортивную программу для детей и подростков. На все три месяца лета предусмотрен большой спортивный план бесплатных тренировок. Среди них и плавание, и футбол, единоборство и многие другие виды. Прежде всего, конечно, Департамент физкультуры и спорта сегодня выполняет поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и проводит множество мероприятий, посвященных именно семье. И сегодня очень приятно ответить, что собралось более 70 участников посоревноваться, кто же из них самый находчивый и знает, как выйти или зайти в нужное место. Самое главное, у спортивного ориентирования нет никаких ограничений ни по возрасту, ни по полу. Ребята занимаются и соревнуются все вместе, ищут маршрут, и тем самым, наверное, больше сплочаясь. Всего в Сочи насчитывается 72 вида спорта и физической активности. Ознакомиться с полным перечнем и записаться на интересные для себя занятия может каждый желающий. Сделать это можно на сайте администрации Сочи. Достаточно всего лишь открыть вкладку «Спорт». Департамент физической культуры и спорта администрации города прилагает много усилий для того, чтобы дети могли не только отдохнуть и оздоровиться, но и интересно проводить досуг среди своих друзей и сверстников. На этом у меня все. Самые актуальные новости курорта в нашем телеграм-канале «Сочи-24 ТВ» и на странице ВКонтакте. Связаться с нами можно через мессенджер WhatsApp, номер на вашем экране. Информационные обещания нашего телеканала продолжают выпуск мировых новостей, прогноз погоды и кинофиша. В Малави пропал самолет, на борту которого находились вице-президент страны Саулас Челима и еще 9 человек. Они направлялись на похороны бывшего министра юстиции. Военный самолет утром вылетел из Лилонгве и через 45 минут должен был приземлиться в Мзузу. По прибытии в Мзузу пилот не смог посадить самолет из-за недостаточной видимости, вызванной плохой погодой. Авиадиспетчеры рекомендовали воздушному судну вернуться в Лилонгве, но вскоре связь с самолетом прервалась. Президент Малави отменил полет на Багамы и отдал приказ начать поисково-спасательную операцию. Задействованы военные полицейские. Глава страны также заявил, что поиски будут продолжаться до тех пор, пока самолет не будет найден. Саулас Челима считался потенциальным кандидатом в президенты. Выборы должны пройти в следующем году. Он уже выдвигал свою кандидатуру пять лет назад и занял третье место. До прихода в политику Челима работал на руководящих постах в филиалах крупных компаний, таких как Юни Левер и Кока-Кола. В должности вице-президента он также выполнял обязанности министра по оказанию помощи в случае стихийных бедствий. В 2022 году Челиму арестовали в связи с подозрением в коррупции. Его обвиняли в том, что он брал взятки, а в обмен помогал компаниям получать госконтракты. Челима всё отрицал. В мае этого года суд Малави снял обвинение с вице-президента, не объяснив причины. Ахмед, учитель английского языка из Сирии, четыре раза пытался перелезть через ограждение на границе Беларуси с Польшей. Он хочет попасть в ЕС, чтобы подать заявку на предоставление убежища. «Мы бежали от войны, чтобы начать хорошую жизнь. Мы пришли ради мира, ни против кого не выступаем». Вместе с ним в лесу пытаются перебраться через границу ещё более десяти мигрантов с Ближнего Востока. С другой стороны, за группой пристально следят вооружённые польские пограничники и солдаты. А 24-летнему йеменцу Нааману перелезть через забор удалось. Первоначально он подал заявление на получение польской студенческой визы из Йемена, но его отклонили. В итоге он поехал в Москву, затем в Беларусь, а после в приграничную зону, где провёл 22 дня. «У нас не было ни еды, ни воды. Мы голодали и умирали. В последний день мы пересекли польскую границу. У нас была деревянная лестница. Мы поставили её на забор, а потом перелезли и прыгнули». С 2021 года Польша и Европейский Союз обвиняют Беларусь и Россию в попытках сеять хаос, вытесняя мигрантов через границу. Варшава называет это гибридной войной. Москва и Минск обвинения отвергают. По данным польского правительства, число прибывающих людей растёт. Вместе с этим происходит всё больше стычек с пограничниками. Так, в конце мая солдат, патрулировавший границу, скончался от ран, полученных в результате подобной стычки с мигрантами. В ответ проевропейское правительство Туска объявило о планах вновь ввести запретную зону вдоль границы. «К сожалению, эта граница небезопасна. Цель этой зоны – гарантировать, что никто не подвергнется таким нападениям, каким подвергаются польские солдаты». Центристская партия премьер-министра Дональда Туска «Гражданская коалиция» в выходные заняла первое место на выборах в Европейский парламент от Польши. При этом, в целом, больших успехов в выборах добились правые партии. А это значит, что они ещё больше усилят призывы к тому, чтобы ужесточить пограничный контроль на границах ЕС и остановить нелегальную миграцию. В Бразилии горят болота Пантанала – самое обширное водно-болотное угодие в мире. Причём в этом году из-за засушливой погоды болотами их назвать уже нельзя. Происходящее в регионе местные жители называют адом. «Пантанал должен быть затоплен в это время. Он известен как самое большое заболоченное место в мире. Но сейчас он похож на пустыню, на ад. Повсюду огонь. Днём уже не видно горизонт, сложно ориентироваться и работать с лодкой. Тяжело дышать, тяжело новорождённым детям. Жара становится всё сильнее». Пантанал находится в штате Мату-Гросу-Дусул. Рыбацкий проводник Амильтон Брандаус спешит в город Карумба, чтобы помочь фермеру Клейтону Хосе спасти скот от огня. До ранчо Хосе можно добраться на лодке, но в район, где застрял его скот, пройти можно только на лошади. «Это очень грустно – видеть, как гибнет такой заповедник. В огне погибает столько жизней. Мы стараемся перевести скот на другую сторону залива, чтобы у него было больше шансов выжить. Огонь распространяется так, что может окружить его и сжечь». В то время как Мату-Гросу-Дусул страдает от засухи и горит, другой бразильский штат Рио-Гранди-Дусул уже больше месяца тонет в результате аномальных ливней. Пожаров на водно-болотных угодьях Пантанала в этом году полыхает почти в 10 раз больше, чем обычно. От самых сильных пожаров в истории наблюдения регион пострадал в 2020 году, и сейчас их масштабы снова почти такие же. При том, что огнеопасный сезон здесь ещё не начался. Обычно он наступает в июле и достигает пика в августе и сентябре. Гонять мяч клюшкой, сидя на моноцикле, кому-то покажется экстремальным. Но в этом зале в австралийской Канбере собрались преданные поклонники необычного вида спорта. Здесь проходит этап чемпионата Австралии по хоккею на одноколёсных велосипедах. «Мне нравится, что это так энергично, и все очень увлечены». Участвуют в чемпионате и подростки, и пенсионеры. Каждая команда состоит из игроков разного возраста. В хоккее на моноцикле главное — сохранять равновесие. Но от падения всё равно никто не застрахован. Впрочем, хоккеисты говорят, что ездить на одноколёсном велосипеде так же просто, как на двухколёсном. Команды в основном состоят из пяти игроков. Также есть запасные. Правила игры устанавливает Международная федерация моноцикла. «Как и в обычном хоккее, у нас есть такие же ворота и клюшки. Мы играем теннисным мячиком. Правила почти такие же». В чемпионате участвуют команды со всей Австралии. «До пандемии мы проводили шесть или семь таких соревнований в год. Раньше всё было масштабнее, у нас было больше команд. Но сейчас игроки снова возвращаются». Хоккей на моноцикле популярен во многих странах, включая Великобританию, Францию, Данию, Швецию, Гонконг, Тайвань и Южную Корею. А в Австралии, Швейцарии и Германии даже есть национальные хоккейные лиги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спонсор прогноза погоды – сеть медицинских лабораторий «Гемотест». Принимайте всё близко к сердцу. Проверьте сердце и сосуды за 290 рублей по программе «Страна Гемотест». Подробности на гемотест.ру Спонсор прогноза погоды – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Великоустюгский культурно-досуговый центр». Театр Деда Мороза из Великого Устюга едет в Сочи. Спектакль «Морозка» и встреча с российским Дедом Морозом оставит самые удивительные впечатления. 1-2 июня – Туапсе, 4 июня – Адлер, 6 июня – Хоста, 8 июня – Лазаревская, 10 июня – Джубга, 12 июня – Геленджик. Субтитры создавал DimaTorzok Телеканал «Сочи-24» приглашает зрителей к просмотру художественного фильма «Связь времен». Это невероятная история о любви, преодолевшей войну и пропасть времени длиной в 67 лет. Действие картины разделено во времени и пространстве. В далеком 1943 году в горниле войны двое юношей, солдаты враждующих армии, вынуждены заключить локальное перемирие. Они влюбляются в одну девушку и спасают ее ценой своих жизней, когда война возвращает свои права на этом островке мира. Вторая линия разворачивается в настоящем времени и поистует о мистических событиях, которые произойдут с потомками тех солдат. Современные события разворачиваются параллельно в России и Германии. Какие сюрпризы уготовила судьба главным героям? И какую роль во всем этом сыграет любовь? Зритель узнает, посмотрев военный фильм «Связь времен» на телеканале «Сочи-24». В эту среду, 12 июня в 21.00. Приятного просмотра. Субтитры создавал DimaTorzok